Всё это случилось из-за моего отца. Из-за него мама в таком состоянии. Он заплатит за это. Главное, чтобы с твоей мамой всё было нормально. Остальное само решится. Ты об этом сейчас не думай. Спасибо. Ты иди умойся. Так, чтобы когда твоя мама проснулась, она не видела тебя такой. А Слэм? Она пойдёт в уборную. Хорошо, пойдём вместе. У меня есть одно дело, я разберусь его и вернусь. Если будут новости, сообщите. Хорошо. Озан, ты куда? У меня есть одно маленькое дело, решу его и приду. Ты не отлучайся от девочек. Мне не показалось, что это дело маленькое. Я хочу найти человека, из-за которого мама о Слэм в таком состоянии. И кто же это? Отец о Слэм. А что он сделал? Да забей. Ну скажи же мне, сынок, он что, мучает её? Он проблемный, что ли? Я тоже иду. Я тоже иду. Я Гэз. Послушай, никаких вопросов. К тому же вместе мы будем сильнее. Что, я не прав, что ли? Ну, раз уж ты тоже идёшь, пойдём по лестнице, этот не приедет. Я пойду вам, верно, есть что, всудить? Нет, дорогой. Вы так наслаждайтесь. У меня и так много дел. Хорошо, ладно. Потом увидимся, господин Яшар. Что случилось? Расскажи мне, девка, поскорей. Она что, больна была? Подожди, подожди, Элли звонит. Алё? Что случилось, дорогая? Эдди очнулась? Она ещё не проснулась, матушка. Мы ждём. Я позвонила, чтобы ты не переживала. Хорошо. Послушай, иногда повещай меня, хорошо? Ой, две девочки остались в больнице. Слушай, я не могу ни туда пойти, ни здесь нормально посетить. Я с ума сойду. Так, я не знаю, что делать. Ой, ну что ты, дорогая Нуран? А мы здесь зачем нужны, а? Слушай, я сейчас позвоню своему Кураю, и мы вместе отправимся к ним. Ой, Разия, а тебе не сложно будет? Сумасшедшая, что ли? Разве может быть мне сложно? Ладно, я пойду тогда и найду Курая, хорошо? Спасибо, дорогая. Надеюсь, Аллах будет доволен тобой. Удачи на работе. Спасибо, слушаю. Ищем мы одного Дженгиза. Как же много посетителей у этого Дженгиза. С утра это уже второе. Мы срочно нужны с ним связаться. Его жена больна, надо срочно сообщить. Да ладно, выздоровление ей. Ну подождите, может быть я смогу чем-то помочь. Когда мы его найдем и отведем его в больницу, что будем делать? А, подожди, если будем бить заранее, скажи. Я в этом плане не совсем опытный. Это номер грузовика Дженгиза. Найдете грузовик, найдете его самого. Спасибо огромное, мастер. Желаю удачи. Хорошо. Спасибо. Ну, где мы найдем грузовик в этом большом городе? Мы ведь не в водане. Более бы в водане, отец бы быстро начнется брался. Почему это? Вот здесь что, там влиятельный человек? Ой. Нет, какой влиятельный человек? Знаешь автомобильный база данных? У него там есть знакомый. А у вас тут нет такого знакомого? У меня нет, но я знаю человека, у которого есть такой знакомый. Вон, настоящая воришка, берчин. Разве сейчас время для такого разговора? Неужели ты настолько непонимающий человек? Нет, но то, что сделал ей отец, то, что сделал ей отец. Я ослым. Поэтому я не позволю тебе винить ослым. Да еще и в такой момент. Ты забудь все, что слышала до этого. Как ты можешь просить меня о таком? Говоришь, тебе он совершил кражу в нашем доме. Нарушил закон. Я знаю, берчин. Ты никому ничего не говори. Я с этим разберусь. Да, матушка. Берчин. Где твой отец? Я звоню, он не отвечает. Не знаю, мама, он не дома. А что это у тебя с голосом? Что-то плохое случилось? Аслэм? Что не так со слэмом? Да ничего не случилось, мама. Ничего не случилось. Ты не расстраивайся. Что бы ни происходило между ней и Заном, рано или поздно мы найдем ее слабое место. Ты, главное, не переставай за ней следить. Ладно, я пойду, доченька. Меня подруга зовут. Пока, Маргаритка. Да, я встретился с советом директоров. Они дали разрешение на постройку спортивного салона. Мы начали работу. Ты хотел еще поговорить по поводу увеличения бюджетников? Да, хотел, но не успел. Ну, что поделать. В другой раз. Был бы этот другой момент, я бы позволил тебя постучать, а потом зайти. Но повезло, посторонних здесь нет. Говори, Озан, я слушаю тебя. У меня немного времени. У тебя есть знакомый, у которого есть доступ к базе данных, номеров. Можешь узнать местонахождение этой машины. Не нужно найти местонахождение этого грузовика. Озан, ты сейчас отменяешь чего-то хочешь? Ну, да. Если сможешь найти, будешь хорошо. Конечно, Озан, конечно. Ну что ты? Как тебе будет угодно, сейчас же найду. О, Озан, а что такое? Кого ты ищешь? Ничего важного. Это я по просьбе друга. Будет достаточно того, что ты знаешь сейчас. Я сейчас все узнаю. Иди сюда. Ой, дорогуша. Ой, моя красавица. Ой, я на все готова ради тебя. Тетя Розия. Соболезную тебе, доченька. Как твоя матушка тетя Ходи? С ней будет все нормально. А, Слэм. Это тетя Розия и брат Курай. Наши старые соседи. Они как-то приходили к нам, но тебя не было дома. Соболезную случившемуся, Эйлюль. Соболезную вам тоже. Спасибо. Вы так подтвердили, что вы прийти? Эйлюль. Я пойду к госпоже доктору, уточню у нее. Может, она позволит мне зайти к матушке? Хорошо, дорогая. Ой, бедняжка моя. Она так разнервничалась, переволновалась. Эйлюль. Эх, моя дорогая, у тебя лицо такое маленькое стало. Не так ли, Курай? Я сейчас же пойду что-нибудь принесу. Курай, не отлучайся от Эйлюль. Хорошо, хорошо. Правда, не стоит тетя Розия. Пусть купит, купит, купит. Это так больно, Эйлюль. Ну, то есть... Ты не расстраивайся. Ну, то есть, нет, ты расстраивайся, все-таки твоя же она родственница. Нормально все со мной, брат Курай. Слушай, может, прекратишь обращаться ко мне, как брат Курай? Ты можешь просто говорить мне, Курай? Ничего. Ты ведь старше меня. По-другому я не смогу обращаться к тебе. Озан, ты можешь нормально мне все объяснить? Зачем тебе водитель грузовика? Озан, все нормально? Говорю же, ничего серьезного. Послушай, если ты делаешь что-то, из-за чего у тебя могут быть проблемы, я сейчас же оставлю у Мемтаза. Озан. Пожалуйста, не скрывай это от нас. Послушай, если мы можем тебе как-то помочь, никто не может мне помочь. Найду я этого человека, мне этого будет достаточно. Да кого? Ты можешь нормально мне все объяснить. Я ищу отца Слым. Но почему? Мама Слым сейчас в больнице. Мне нужно немедленно найти ее отца. Боже мой. Надеюсь, ничего плохого не случилось. Почему они не отвечают мне? Эти две девочки не отвечают на звонки. Ладно, Хидио, подруги, а где девушки? Я сама Илью не отвечает мне. Да ладно, гуляют они где-то, развлекаются. Ты тоже что-то разворчался. Никак не имется тебе сегодня, Яшарт. Сядь ты посиди, а? Я пойду хотя бы чай заварю. Твой отец тоже об этом не знает, Эльюль. Вот, возьми, дорогая. Замари, червячка. Спасибо. Да, матушка. Эльюль. Послушай, не могу я больше водить твоего отца за нос. Он интересуется, где вы? Приходи сюда. Мама, как я могу прийти, бросив ослым? Дорогая, ты приди, покажись на глаза, потом как-нибудь придумай что-нибудь и уйдешь. Ладно, ладно, уже иду. Матушка, ну же, открой свои глаза. Как она? Все так же. Она не просыпается. Я прошу ее встать, но... Она словно обиделась на меня. Она не слушает меня. Моя мама мне позвонила. Отец интересуется очень нами. Постоянно спрашивает, где мы. Я пойду посмотрю, хорошо? Хорошо. Ты за меня не волнуйся. Сообщи мне, если что-нибудь будет известно. Субтитры сделал DimaTorzok Послушай, братишка, ну посиди ты. Скоро будет все известно. Интересно, что они делают там в больнице. Интересно, у нее мама очнулась? Надеюсь. Найти бы этого пятикурушного отца, успокоилась бы она хоть. Но раз уж он пятикурушный, так пусть она не знает о нем. Зачем мы вообще ищем его? Вам нужно кое-что ценное у него забрать. Ладно, потому что ты знаешь, будет тебе достаточно. Хорошо. Все, что будет нужно, сделаем. Минтаз, ССМС отправил. Они нашли грузовик. Пойдем. Учитель. Я-то заново узнал о том, что случилось с твоей мамой. Как она? Почему она здесь? У нее кровоизлияние в мозг. Как такое могло случиться? Не знаю, учитель. И доктора ничего нормально сказать не могут. Очень критическое положение, учитель. А еще недавно... Учитель. Пожалуйста, хоть без мамы ничего не случилось. Я без нее не смогу жить. Я шар. Чай готов. Иду я. О, Эйлюль пришла. Здравствуйте, госпожа Нурай. Я узнал о том, что случилось с Хидеей. Я расстроилась. Есть ли новости? Как она? Госпожа Жулиде, откуда вы узнали о случившемся? Озан сказал. Ситуация критическая. Мы можем как-то помочь? Пожалуйста. Яшар ни о чем не знает. Мы ему не сказали. Вы тоже скрытите от него. Пожалуйста. Да боже мой, что вы опять от меня скрываете? Если мой отец узнает об этом, он будет разбит. От переживания за тетю он заболеет. Уж я-то знаю. Ну, что я могу сказать, доченька? Ты-то права. Ой, как же я могла забыть-то, а? У меня здесь есть один знакомый. Раз уж я пришла сюда, пойду проведаю его. Курай, сынок. Ты проводи доченьку и Элюль до дома, хорошо? Хорошо, ты не волнуйся, иди. Послушай, Элюль. Послушай, у меня сейчас так много дела, так загружено. Но когда я знал, что Элюль в больнице, я сразу прибежал. Послушай, а ты случайно не проголодалась? Если хочешь, я могу накормить тебя хорошенько. Что скажешь? Аллах, свидетель, ты наверняка ничего не ела. Хочешь, я отвезу тебя в хороший ресторан? Например, покушаем мясо из-за даны. Курай, в такой ситуации не что, о еде думать. Мне срочно нужно идти домой. Элюль, извини, ну не подумал я. Что будем скрывать, дорогой? Мы ничего не скрываем от тебя. Госпожа Нуран согласилась убраться у меня дома. На самом деле, на очереди была сестра Асиль, но спасибо ей. Она решила сначала меня убрать, но мы хотели, чтобы сестра Асиль не узнала об этом. Боже мой, я-то думаю, чего вы у двери так шепчитесь? Вы извините, пожалуйста, я ничего не слышал. Вы не стойте на ногах, прошу вас, проходите. Спасибо, сейчас Ментас придет. Передавайте ему привет. Хорошо, передам. Спасибо вам огромное. Ну что вы, если будут какие-то новости касаемо госпожи Хетти, предупредите нас тоже, хорошо? Хорошо, желаю ей выздоровления. Спасибо огромное. Пока не придет 24 часа, они ничего не смогут сказать? Учитель, я пойду умоюсь, учитель, я скоро приду. Учитель, кстати, спасибо огромное, что вы пришли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что это такое? Что это такое? Говори, дорогуша, матушка. Ты же говорила, что нам нужно найти какую-то слабость ослым. Так я нашла эту слабость. Молодец, моя дорогая дочка. И в чем заключается слабость? Отец ослым воришка. Вот грузовик. Вот грузовик. Я говорю, брат, подожди тут. Он своровал за понки твоего отца? Пробрался к нам в дом и своровал? Да, именно так. Ее мама мне тоже совсем не понравилась, знаешь? Так я еще и сама лично ей в руки ключи дала. Эээ, ну ладно. Эта ситуация пойдет нам только на пользу. Мы наконец избавимся от ослы и от ее семьи. Ты клади трубку, я сейчас позвоню в полицию. Мама, стой. Я обещал Лаузану, что никому не скажу об этом. Если ты сейчас позвонишь в полицию, он догадается, что я тебе сказала. Но если ты догадаешься, что пропали за понки, тогда и я не совру. Боже мой. Моя дочка унаследовала весь мой ум. Хорошо, дорогуша, хорошо. Я сейчас же вернусь в онкару. Клади трубку. Та же прекрасная жизнь. Братец, я что, обманываю тебя, что ли? Это антиквар, антиквар. Это от моего дедушки осталось. Это очень ценная вещь. А как звали твоего дедушку? Мне вот интересно стало. А, подожди. Может, его Тарэк зовут? Эти законки были украдены, господин. Ты чего для меня клевещешь, а? Если клевещу, пойдем в полицию. Пожалуйся на меня. С ворованной я не покупаю, к сожалению. Ты куда? Послушай, сынок. Отойди, пока я ноги тебе не переломал. Пока ты за понки меня отдашь, ты отсюда никуда не уйдешь. С ворованной я не переломал. Пока 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 я не переломал. Эдия, знаешь, ты всегда в моем сердце была как рана. Эта рана всегда кровоточила. Никогда не заживала. Если бы у нас был еще один шанс. Субтитры сделал DimaTorzok Тарек. Тарек. Аслам. Я доверяю тебе, Аслам. Потому что... Эдия. 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 Секундочку, секундочку. Дайте дорогу. Матушка. Эдия. 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 Эдия.